Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас будет видео-макияж. Мы будем с вами тестировать два очень интересных продукта. Итак, поехали! Это тушь и помада от бренда Ювиньон. Совместно коллаборация с блогером Елена 864. Вот так они выглядят. Очень красивый такой лаконичный дизайн. Да, Ювиньон и Елена 864. Вот так выглядит тушь. Такие коробочки красивые, красивые и стильные. Информации на коробочках тоже достаточно много. Ювиньон это платформа, которая разрабатывает косметические средства совместно со звездами, знаменитостями, с блогерами, с обычными потребителями. В данном случае коллаборация с блогером Елена 864. Помадка представлена в одном цвете. Производство итальянская компонента, наверное, формула итальянская. Ее очень часто, как я заметила, сравнивают с Шарлоттой Тилбери. Только стоит она во много, во много раз дешевле. Цены вообще на косметику приемлемые совершенно. Бюджетные, я бы даже сказала. Губная помада у нас с вами матовая. И производитель заявляет, что этот цвет подойдет практически любому человеку славянской внешности. То есть он настолько универсальный, что подходит, грубо говоря, практически всем. Тушь у нас с вами объемная. И заявлена как бы с эффектом вау для вечернего выхода. Такая праздничная, скажем так, вариант. Тушь на выход, тушь для свиданий. То есть если вы не любите накладные ресницы, то эта тушь поможет создать вау-эффект. Удлинение, невероятный объем, без комочков и глубокий черный цвет. Все будем с вами тестировать. Тушь запечатана. Если помада у нас была запечатана внешне, то есть коробочка, да, здесь у нас сам тюбик туши запечатан. На самом флакончике ничего нет, только внизу этикеточка. Такой вот формат золотой. Красиво. Он такой теплый золотой. Вам камера почему-то делает его холодным. Так, будем приступать к макияжу. Сначала мы с вами оформим глазки тенями-карандашками. Я буду работать с своей любимой палеточкой от Революшн. И для нижнего века я миксую вот эти два оттенка. Прям чуть-чуть-чуть. И наношу на нижнее веко. Кстати, подчеркивать нижнее веко опять в тренде. Но я его подчеркиваю всегда, потому что я делаю макияж не трендовый, а тот, который мне идет всегда. Вот таким образом. И второе. Девчонки, кто пробовал что-то от Юиньон, может быть тоже какие-то коллаборации, обязательно пишите, делитесь отзывами. Будет очень интересно на эту тему пообщаться. Насколько я знаю, у них с Еленой 864 еще есть какой-то пилинг. Очень крутой. Я вам ссылку оставлю, посмотреть на Вайлдберс, на Озон можно. Я смотрела сегодня, допустим, на Озоне помадки нету, раскупили. На Вайлдберс есть. И цена вообще нормальная, 600 рублей где-то. Так, а верхний веко мне нравится вот этим оттеночком блестящим. Как вы видите, он у меня в использовании. Придает сияние, держится весь день, прям вообще. Моя любимая палетка. И он такой нежный персиковый, не рыжий, не желтый, не выбеливает, а прям вот действительно то, что нужно. И завожу его немножко на нижний веко и в уголок. И получается у нас с вами свежий, сияющий взгляд. Можно затемнить уголок глаза, можно подтушевать кверху. Но мне нравится вот просто как самостоятельный продукт. Именно вот этот цвет использовать. Очень освежает. Ну и дальше стрелочка, точнее межресничка. Моим любимым карандашком по нему тоже видно, что он у меня часто в использовании. В артикуле 56-52 коричневый. Им одно удовольствие прорисовывать межресничку по любым теням. Не каждый карандаш хорошо отдает цвет. Когда ложится на тени. А этот отдает ровно столько, сколько мне нужно. Не сильно ярко, но в то же время очень-очень красиво. Он, конечно, может отпечатываться, когда сильная жара. Но у нас сегодня последний день жары. И похолодание. Маленький уголочек, стрелочку рисую. И то же самое со вторым глазом. А дальше как раз у нас все самое интересное. Мы будем тестировать с вами тушь. Вы знаете, все прекрасно, кто давно меня смотрит, мою любимую тушь. И пока ни одна не смогла ее переплюнуть. Посмотрим на эту. У нас здесь силиконовая кисточка. Так, приступаем. Вот цветы, правда, глубокие черные. Все здорово. Удлинение тоже вижу сразу. Сейчас придвину вас поближе. Только коснулась тушью ресниц. Прокрашиваем от корней, ведем вверх. Слушайте, классно, как мне нравится. Меня мало чем можно удивить сейчас, потому что, ну, действительно, одна тушь была в любимчиках. Запах у туши есть. Он такой цветочный. Не сильно броский. Очень круто удлиняет. При этом сохраняя объем. Пока мне все очень нравится. Будем обязательно пробовать второй слой. Когда они немножко подсохнут. Ой, как здорово, мне очень нравится. Так, теперь нижние реснички. Какая-то уж достойная. Я честно думала, ничем меня уже не удивить. Потому что перепробовав столько всего и знаменитых брендов, ну, как бы... Я осталась при своем. Так, теперь второй глазик. Смотрите, как здорово. Это один слой. Я всегда, как бы, ну, любой тушью я всегда наношу два слоя. Как минимум. Если тушь хорошая, то, судя по всему, и одного слоя достаточно, да? Стрелка моя еще мешает разглядеть действительно реальное удлинение. Ой, как здорово и разделяет. И разделяет. Это вот, знаете, первое использование туши. А что будет, если она раскрасится? Точно вау-эффект. Очень хорошо удлиняет. Прям вообще. Походу, у меня новый любимчик. Разделяет и ставит реснички на место. Знаете, у меня тоже была одна тушь любимая. Иногда бывают такие косяки с ресницами, что какая-нибудь смотрит в сторону. Вот на этом глазу у меня всегда так одна. Вот она практически сейчас встала на место. Я думаю, после второго слой точно встанет. То есть они у нас не всегда растут идеально ровно. И мало какая тушь обладает функцией, то есть закрепить ресничку в том положении, в котором надо вам, а не ей. Да? Класс. Слушайте, класс. Мне нравится. Вообще супер. Уже не терпится помаду попробовать, потому что, мне кажется, это действительно такой универсальный цвет. Сейчас посмотрим. Восторг. Вот это один слой уже, глазище на пол лица. Давайте сразу попробуем второй. Будет ли она наслаиваться уже так рано, или все-таки нужно нам немножко с вами подождать. Ну, вроде высохли. Она очень легко позволяет себя наслаивать, я хочу сказать. Ну, минутку-две лучше, конечно, выждать, чтобы она подсохла. Засыхает довольно быстро на ресничках. Вау! Вау! Ну, как вам эффект? Если вы хотите больше удлинения, как бы от любой туши добиться, то медленно ведем от корни к самым кончикам. При этом она их практически не склеивает и даже разделяет. Ну, вау! Класс! Супер вообще! Слушайте, все, что заявлено, все это туши выполняет. Очень приятно удивлена. Вот, правда, думала, меня уже не уделить. Смотрите, какие нижние ресницы длинные. А если третий слой? Я прям уже боюсь. Сейчас я второй слой наложу, и мы с вами даже обязательно попробуем третий. Хлопай ресницами и слетай. Вообще класс! У меня любимая тушь, кажется, появилась новая. Пока второй слой фиксируется на ресницах, давайте пробовать с вами помаду. Красивый цвет. И будем пробовать в нанесении. Так, у меня на губах татуаж. Вы не ориентируйтесь на цвет моих губ. Я вам сделаю достоверный свотч. Да, вот на свотч ориентируйтесь. А так как мои губы уже окрашены пигментом, у вас может быть совершенно другой исходный оттенок. Да и вообще природную пигментацию губ никто не отменял. Она у всех абсолютно разная. Но это крутецкий цвет, слушайте. Он не выбеливает. Он не рыжит. Назвать пудровой розой можно в какой-то степени. Когда наносишь, она очень мягкая и кремовая. Очень мягкая. Видите, даже такой финиш. Пока кремовый. Посмотрим сейчас. Очень приятная текстура. Прям в лучших традициях матовых помад, слушайте. Шикарная текстура. А цвет вообще обалденный. Он действительно универсальный, слушайте. Он действительно универсальный, очень красивый. Мне безумно нравится. Красота. Сейчас он на губках зафиксируется. Мы с вами проверим на стойкость. Пока чуть-чуть, чуть-чуть на пальчики отпечатывается. Очень классный цвет, слушайте. Вот такую одну помаду и все. И в первый мир, и в добрые люди. Карандаша она не требует совершенно. Она четко держит свой контур. Но можно и с карандашиком попробовать. Хочется вот... И запах, аромат похож на аромат туши. Легкий, такой цветочный, ненавязчивый. Никакой липкости, ничего нет. Прям жутко приятная, комфортная, бархатистая текстура. Вот как я люблю, честно. Какой крутой цвет, слушай. Какой у нас с вами сегодня макияж. Вот правда. Вообще я... Ой, класс. Так, давайте пробовать третий слой туши. Вот просто ради интереса уже, понимаете. Вот как вот некоторые рекламируют, ну, обманывая людей, конечно. Когда красит девушка тушь, и тушь ее ресницы у нее не до бровей. Да, потому что у нас сейчас так тоже будет. Но мы никого не обманываем. Мне просто уже интересно, что будет с третьего слоя. Вау! Вот это да! Вот это да! И никаких комочков пока нет. На третьем уже слое. Ну, слушайте. Это что-то с чем-то. Я очень придирчива к тушам. Вы знаете, я очень люблю свои ресницы, чтобы не выливал. Ну как? Похож на накладные? Просто огонь! Нижний уже не буду, а то перебор будет. Третий слой. Второй глазик. С учетом того, что долго сидеть не приходится, чуть-чуть прям помазюкал. И прелесть. Очень хорошо наслаивается. То есть, если вам действительно нужен такой драматический эффект, если вы идете на какое-то мероприятие, хотите удивить всех своими шикарными ресничками, девочки, а я буду пользоваться каждый день. Меня на другую с душ теперь не пересадишь. Ну, вау! Вот это да! Супер! Давайте теперь свочить. Вот так выглядит кисточку у души. И вот они свочи. Показываю вам при естественном освещении. Камера передает верно. Вот этот широкий свочь несколько раз провела. Вот этот узенький, поуже, это один раз. Все, камера передает вам абсолютно точно. без каких-либо искажений. Очень классный цвет. Вот так выглядит помадка в стике. Тоже камера передает вам абсолютно верно. И показываю вам макияж при естественном освещении. Как выглядит помадка, да? И давайте проверим на стойкости. Я не думаю, что она будет прям стойко, сильно стойко. Но тем не менее... Вот тем не менее, она практически не отпечатывается. Слушайте, вам, наверное, даже не видно. Прям совсем чуть-чуть. Очень уходный продукт, слушайте. Вообще здорово. Практически не отпечатывается. Такой легкий-легкий-легкий-легкий след на руке. Супер вообще. Девчонки, тут у меня точно шок. Помада пережила полноценный ужин. Ну, как пережила? Она съелась. Но она, тем не менее, осталась на губах. Остался оттенок. Тут я вообще в шоке. То есть полноценный ужин. Все как положено, да? Потому что сейчас вытирала лицо салфеткой. И обратила внимание. Помада на губах. Представляете? После такого нормального, полноценного ужина. Так что вообще за счет. Просто шикарный макияж. Я очень довольна. Спасибо бренду Юнион и Елене за такие крутые продукты. Слушайте, вот делают же люди, да? Вот блогер с брендом сделали классную, качественную вещь. Берут за это небольшие деньги. Ведь бывает же, а какие-нибудь знаменитые бренды дерут за название, а по факту хрень полная. Но вы представляете, обалденный, шикарный цвет, обалденная тушь, от которой я сижу до сих пор в шоке. Ссылочки оставляю все под видео. Проходите, знакомьтесь. А я пошла любоваться собой дальше. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok